Справка об отсутствии коронавируса станет пропуском на южный курорт. И с 1 июня заработают многие санатории и пансионаты. Но при определенных условиях депутат Государственной Думы от Кубани пояснила, насколько обоснованы новые требования к отдыхающим. В Анапе менее чем через две недели откроются здравницы, которые имеют медлицензию. Одним из условий для отдыхающих стало наличие справки об отсутствии коронавируса. Причем это касается и местных потребителей услуг и гостей. По стандартам Роспотребнадзора выдаваться документ должен не позднее 1-3 дней перед заселением. Как отметила депутат Государственной Думы Светлана Бессараб, требование обоснованное. Оно поможет избавить регионы от завозных случаев вируса. Но есть нюансы. Требования к справке и ее сроку действия форме или формам должны быть едиными. Сегодня в нашей стране выполняется несколько анализов на отсутствие заболевания. Мазок, согласно публичным высказываниям специалистов, дает уверенность только в текущий день сдачи анализа. Тест на наличие антител к вирусу по тем же уверениям может быть актуален в течение периода до трех месяцев и более. Это своеобразный иммунитетный паспорт. Если тест подтвердил иммунитет, должен ли он повторно сдаваться за один день до прибытия? Что, кстати, очень сложно выполнить прибывающим на курорты. Например, железнодорожным сообщением из Владивостока, когда только до Москвы люди добираются в среднем за шесть дней, спрашивает Светлана Бессараб. По ее словам, было бы логично регионам, устанавливающим карантинный период для гостей, организовать и соответствующее тестирование на автомобильных границах, вокзалах и аэропортах для таких обследований. Но и Минздраву пора обновить соответствующие приказы. Необходимо вести единообразие и организацию санаторно-курортного лечения. Здравницы и регионы должны понимать, как им работать в новых условиях. Соответствующий запрос мной направлен в Министерство здравоохранения Российской Федерации, прокомментировала депутат. Олеся Давыдова, Иван Рыбальченко, 39 канал.